Если можно я высказать на своем языке, на котором мне проще говорить, чтобы и Брэндон понял. Я хочу сказать огромное спасибо всем членам жюри. И честно, каждому в отдельности хотел бы пожать руку, потому что это очень тяжелая ноша, которую они на себя взяли. Потому что приходится судить людей, с которыми вам приходится общаться практически каждый день. И я думаю, что это тяжело, достаточно тяжелый труд. Я понимаю, насколько это тяжело, поэтому вам огромное спасибо. Спасибо, что вы на это согласились и вы здесь сегодня. Я хочу пожелать удачи Кристине там, в Копенгагене. Хочу, чтобы она достойно представила. Это очень хорошая певица Кристина, все, я думаю, согласятся. Поэтому, Кристина, тебе удачи, правда, искренне. Удачи. Спасибо, Лоречка. И хочу попросить прощения у всех тех, кто... Я просто сегодня читал комментарии в интернете, кто осуждает меня за то, что я русскоязычный и так далее. Я понимаю, что... Я просто не понимаю ненависти этой, правда, не понимаю. Мы все люди, мы все ходим под одним Богом. И какая разница, на каком языке мы говорим, я думаю, это абсолютно не должно играть никакой роли. И если мы стараемся что-то делать для этой страны, именно для этой страны, то хоть мы будем немыми, хоть мы будем глухими, или мы будем без рук, без ног, или я не знаю, может быть, я грубо сейчас очень говорю, или мы будем на русском говорить, или на румынском, или на английском. Я думаю, что это не важно. Это наша страна, за которую мы переживаем и за которую боремся. Я абсолютно не против того результата, который есть сегодня. Так случилось, я к этому был готов. Выиграю, не выиграю, я думаю, что это не столь важно. Я думаю, что важнее всего, чтобы мы все были вместе, чтобы мы друг друга понимали, чтобы мы ценили друг друга, и чтобы мы друг друга любили. И это правда, это искренне. Я обращаюсь ко всем, кто сейчас смотрит. Пожалуйста, простите меня за то, что я, может быть, за то, что я русскоязычный. Я не знаю. Я не знаю, за что просить. Нет, просто правда, сегодня столько грязи лилось в мой адрес, потому что я говорю на русском языке. Я человек такой же, как и вы, и я хочу для нашей страны, я хочу, чтобы в нашей стране были хорошие дороги, я хочу, чтобы в нашей стране учителя получали хорошие зарплаты, и я хочу, чтобы мы все жили достойно. И неважно, на каком языке мы говорим. Вот это я хотел сказать. Всем огромное спасибо. И Евровидение продолжается. Мы будем болеть все вместе за Кристину Скарлат. И я уверен, что она достойно представит нашу страну. Спасибо большое. Спасибо.